Приветствую вас. Знаете, я, наверное, не буду касаться темы того, с кем вы выбираете встречаться, почему вы выбираете с того, кто вам не очень нравится, да, и так далее. Я обратить хочу ваше внимание немножко на другое. Мне показалось, что вы довольно тревожны. Мне показалось, что вы боитесь близких отношений, боитесь интимных отношений. Вот. Хотя я могу здесь быть неправным, в принципе. Вот. А если это так, то, вероятно, у вас, ну, был какой-то костюмный опыт или в целом вы себя обесцениваете. Вот. А в целом вы себя обесцениваете, ну, считаю, что, там, грубо говоря, вы недостойны, там, мужчину, да, недостойны, мужчины, недостойны, там, быть, не знаю, быть любимой, быть нужной, быть важной, быть, там, ценной и так далее. Вот. А, повторюсь, я не знаю, как это делать, я ничего не утверждаю. Но выглядит это всё примерно вот таким образом. То есть вам бы сначала поработать со своей тревожностью, со страхами, может быть, с личными границами. Вот. А дальше уже смотреть. Потому что, как мне кажется, вы склонны, ну, игнорировать свои чувства, игнорировать свои предпочтения какие-то, свои желания. Вот. И вот то, мне кажется, что вы хотите, да, мне кажется, что хотите вы этого, чтобы не быть, чтобы быть нормальным. То есть вам кажется, что вот я определённый опыт сейчас получил. Вам кажется, определённый опыт я сейчас получил. И всё у меня будет хорошо. Буду нормально. Это немножко не так. Работает? Вот. К сожалению. И после опыта, ну, после получения опыта, чувствовать лучше вы себя не будете. Если сейчас вы себя так не чувствуете. Понимаете, да? Вот. Поэтому, в первую очередь, важно увидеть своё отношение к себе. Важно увидеть, насколько вы позволяете себе быть собой. И после этого уже смотреть на отношения. Мне кажется, что вы боитесь, ну, не знаю, что вас обидят или насилят. Мне это показалось, потому что вот вы сказали, что вам нравится, как вам относится и так далее. Вот. Это как будто бы чего-то вы опасаетесь здесь. Ну, не очень осознаете. Ну, не очень осознаете. Чего? Да, то есть. То есть, ну, чего-то опасаетесь, а чего, там, не совсем понятно. Вот. Ну и, соответственно, чтобы было понятно, нужно разобраться в себе сначала. То, что вы спрашиваете, же, это, фактически, попытка привести отношение к некоторому алгоритму. Как является попыткой рационализировать отношения? По-человечески. Вот. Ну, на самом деле, отношения строятся по наитию, отношения строятся очень творчески, очень спонтанно. Вот. Я бы так сказал. И вот, когда вы спрашиваете, например, а может ли быть такое, что люди протираются друг с другу в таких ужях или уже по-пряму поцелуи, понятно, ничего хорошего не получится. Бывает по-разному. Бывает по-разному. Бывает по-разному. Это важно понимать. Завидит от того, какой тип отношений выстраивают люди. То есть, если у людей отношения в большей степени гемберные, то есть, где мужчины и женщины взаимодействуют только мужское и женское начало, только как мужчины и женщины себя люди проявляют, то наиболее вероятен второй вариант. Впервые раз не получилось, лучше не пытаться. Если личностные отношения выстраиваются, иметь в виду, если есть это общее, если есть какие-то связывающие моменты, если есть какие-то общие точки пресечения, то первый. Первый момент. Вы говорите, что вам парень понравился на общение, что это значит не очень понятно. Разные люди разные вкладывают во фразу «понравился на общение». Поэтому я бы сказал, что нужно здесь как бы вот несколько конкретизировать то, о чем вы говорите, чтобы понимать, зачем идет речь. Но сам ваш вопрос – это в большей степени, я не знаю, вы даете вы себе отчет в этом или нет, ваш вопрос – это в большей степени про тревожность. то есть вы тревожны и боитесь, ну, чего-то, условно говоря. И вот задача наша, как психологов, в первую очередь поработать с вашими страхами. И уже потом смотреть, ну, вместо фаны, интересно. А чего вы хотите? Вместо с вами, естественно, в каком направлении вы предпочитаете двигаться. И вот когда это будет сделано, вот тогда вы и получите ответ на свой вопрос. Потому что в отношении с каждым человеком бывает по-разному. С кем-то хочется притираться. Человека хочется узнавать. Человека хочется понимать. Человеку хочется, ну, условно говоря, давать какие-то там шансы, я не знаю, поблажки. А кому-то нет. Понимаете, какая штука? И вот когда вы говорите, что мне вот хорошо с ним, мне спокойно, он хорошо ко мне относится. Что вы в это вкладываете. Вот именно эмоционально, что вы вкладываете в это. Это важно. Понимаете? Это очень важный момент. А если вы пытаетесь от человека что-то получить, то с большей долей вероятностью, к сожалению, будете вы, ну, разочарованы. Будете вы несчастливы. Будете вы зависимы в какой-то степени. Потому что у вас будут ожидания. Вот. Главное, себя не продавать. И мне кажется, что в начале, когда человек внешне вам не понравился, но понравилось его отношение к вам, вы не то, чтобы начали себя предавать. Вы, скорее, не очень отдаете себе отчет в том, что же мне, ну, не то все-таки, чего же я все-таки хочу. Вот, как мне кажется, что здесь важнее всего. Важнее всего, отдавать себя отчет в том, что мне нужно. Понимать, для чего я в отношениях нахожусь. И эту идею, какой бы она ни была, эту идею продвигаться. Вот. Я думаю, примерно такой ответ я могу вам дать. Да, вы абсолютно правы в том, что не хотите пробовать сколоваться с каждым мужчиной, чтобы ждать, что вам понравилось. Это верно. Но именно то, что у вас возникают такие мысли, что вы не способны получать удовольствие от поцелуев, от интимной жизни. Свидетельствуют о том, что вы чего-то боитесь. Свидетельствуют о том, что вы не чувствуете себя свободной. Чувствуете себя собой в этих ситуациях. Понимаете? Свидетельствуют о том, что вы изо всех сил хотите доказать, что и я нормально, и со мной все хорошо. И вместе с тем есть большая тревога, что это не так. В какой-то степени, на мой взгляд, связано это с тем, что вы определяете себя, свою ценность только этим. И больше ничем. Насколько ваша жизнь позволяет вам раскрываться, насколько ваша жизнь позволяет вам быть естественной, быть собой. Вот ответ. Вот вопрос, точнее, не ответ. Вопрос, на который вам нужно, как мне кажется, поискать ответ. Потому что только ответив на него, вы сможете, условно говоря, почувствовать, нужны ли вам отношения. Или нет. Или нет. А если нужны, то как? Ну, то есть, как? В каком качестве. Например. И тогда. И так далее. И так далее. Это вот все-таки достаточно важные, мне кажется, элементы. на которые вам имеет смысл обратить внимание. Твои. А вот, пожалуй, то, что я хотел вам сказать и ответить. Сейчас. С точки зрения психологии. С точки зрения психотерапии. С точки зрения моего опыта. И так далее. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Я надеюсь, что вы сможете разобраться и с этой ситуацией, в принципе. Надеюсь, что вы сможете двигаться дальше по жизни своей. Вот. Я очень надеюсь, что у вас, ну, будет все хорошо. Я очень надеюсь, что вы найдете в себе возможности и силы, ну, двигаться вперед. Вот. Вот. Вопрос только в том, позволите ли вы помочь вам. Вот. Удачи вам. Удачи вам. Всего самого доброго. Будем на связи. Обращайтесь. Вопрос forever. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Продолжение следует...